12-й Полесский легкоатлетичный кросс на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика прошел в Иванове. В дело с поборницей приняли около 500 бегунов из разных краин света. Здоровый спортивный азарт, воля до перемоги и атмосфера доброй соброской встречи. Миновитые эти слова лучше за все характеризуют один из самых видовичных легкоатлетичных фестивалей Украины. Полесский кросс на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика. 12-й ФС собрал каляпал тысяч аматоров бегу с Беларуси, России и Украины. Дистанция у нас от 500 метров до 10 тысяч. Основная дистанция это 10 километров. Здесь бегут мастера спорта. Сегодня примет участие также Марина Даманцевич. Это мастер спорта международного класса. Десятку мы проводим для того, чтобы для наших юных атлетов показать, что начиная с таких соревнований можно вырастить и потом до мастеров высокого класса. Умовы 12-го кросса оказались складанными. Холодный порывистый ветер, часом дождь. Але несприяльная надворья нияк не поуплывала на ход борьбы сярут кроссменов. Понравилось. Соперники были. Было соперников много. Бежалось, как сказать, хорошо. Хочу стать олимпийской чемпионкой, добиться своего успеха. Отшивалось, что спортсмены рахтовались сурьезно и на легкую перемогу не различивали. Особливо напруженная боротьба разгорнулась на дистанции у 10 километров. Пальму першинства тут узел шматрозовый чемпион Республики Беларусь уроженец Могилева Сергей Платонов. Трасса в этот раз была для меня достаточно легкая. Она была ровная, никаких перепадов не было. Поэтому бежалось легко. Соперники, конечно, были. Но потом я почувствовал, что есть какие-то силы и вышел вперед и уверенно выиграл. У Жаншин на такой же дистанции у 10 километров не было ровных мастер у спорта международного класса Маринет Даманцевич. Я сейчас готовлюсь на марафон. Вот в Варшаве бегут в воскресенье, следующие выходные. Это как бы для меня десятка. Ну, зарядить себя, подготовить, ну, посмотреть вообще готовность. И вот боротьба завершена. Пераможцы отримали грамоты и грошовые премии. Действительно, это большое дело. То, что организовали и проводят на этой земле, это большой плюс и местным властям, и всем спонсорам, которые помогают. Я думаю, что благодаря этим людям этот пробег будет и дальше развиваться, проводиться и дальше растить детей здоровыми. Мария Кобицкая, Сераностраха, Александр Дьяченко, областные новины, Иваново.